В Волгограде несколько недель голодали сразу две группы многодетных семей. Матери детей-инвалидов и многодетные матери, которые боролись за улучшение жилищных условий и возвращение ряда льгот. 1 октября член общественной палаты Елена Тополева вместе с экспертами и профильными областными министрами встретилась с обеими группами граждан. Беседу провели в общественной палате Волгоградской области. К приезду Елены Тополевой матери детей-инвалидов уже начали диалог с местными властями и голодовку прекратили. Вчера была встреча. Осталось конкретно по детям-инвалидов и по поводу реабилитационного центра. Наши чаяния и то, что мы подымали на всех уровнях и просили, писали и говорили, что центр был многофункциональной направленности. Центр остался на большого количества детей-инвалидов. Родительские организации, они безусловно формируют и социальный климат, и климат в сфере образования, и в медицине тоже. Мы вас призываем к тому, чтобы вы объединились в родительское сообщество. Оно должно в своих требованиях или подходах, как хотите назовете, свой социальный запрос, сформировать и сформулировать. Во время переговоров зал стала покидать вторая группа многодетных семей, все еще продолжающих голодовку. Наши вопросы, которые мы ставили, абсолютно не решены. Это издевательство, просто издевательство. И смотреть в очередной раз надо издевать? Не дело, надо реагировать. Вот посмотрите, как здесь будет заезжать инвалид. То есть ворота, наверное, будет открывать. Матери детей-инвалидов остались обсуждать свои проблемы вместе с экспертами общественной палаты и министрами. А Елена Тополева поехала общаться с другими многодетными семьями прямо на место голодовки. Штаб-квартира протестующих расположилась в обкоме КПРФ. Уже больше недели 8 человек, участвующих в акции, жили в этой комнате. У меня нет жилья. Жилья нет? Да, у меня нет жилья. Вы заявили, у вас регистрация есть? Да, конечно. Мало семерых детей, несовершеннолетних. Семерых детей. Много лет я снимаю квартиру. Много лет. И много лет мы обращаемся. В 2006 году мы были на приеме губернатора. И когда мне вчера сказали, что ты сидишь, иди домой, иди работай. У меня дети потеряли жилье в городе. Мы купили, наша семья купила дом в ипотеку. Так я помимо туда вложила материнский капитал, я вложила туда 2 миллиона. И осталась банку на сегодняшний момент должна 3 600. Брали мы всего 3 100. С 1 сентября в Городиченском районе, да, конкретно? Это сняли льготу, да, на оплату этого санта? Да. А нам сказали, что она будет возвращаться через 3 месяца. Вот нам люди приносят вот эти заявления, пока мы здесь на Голодовке. И все в Голодовку бросятся. Может быть, я губернатору вот здесь вот лично. Мы почему думали, что с губернатором встретимся? Главным требованием граждан была личная встреча с губернатором. Люди уверили, что только после этого они готовы выйти из Голодовки. Через несколько часов Елена Тополева уже разговаривала с губернатором Волгоградской области Сергеем Баженовым. Член ОПС сразу же заявил о том, что ее очень беспокоит состояние голодающих. И вопрос надо решать срочно. Глава региона согласился. С кем-то я встречу, с кем-то мои коллеги. Потому что они тогда прекратят. Мы начнем сейчас снизу списка. И с каждым будет встречаться отрабатывать. Есть вопросы, которые можно решить бюджетом. Каждая ситуация будет внимательнейшим образом изучена, разобрана. И каждому будет предложено какое-то решение. Кроме того, сейчас уже с губернатором договорились о том, что, скорее всего, будет создана региональная программа поддержки семей с детьми и инвалидами. Сегодня еще достигнута очень важная договоренность о создании в Волгоградской области фонда социального жилья. Это очень правильное, на мой взгляд, решение, когда несколько квартир каждый год будут выделяться на средства, специально для этого заложенные в бюджете. И потом эти квартиры будут предоставляться нуждающимся семьям, многодетным семьям и так далее. О результатах встречи Елена Тополева сразу же сообщила голодающим, после чего они обещали прекратить голодовку. Субтитры создавал DimaTorzok